Сегодня издание ЛБЮА опубликовало полученную от своих источников информацию о формате анонсированного президентом Владимиром Зеленским опросом в день местных выборов 25 октября. Согласно документу, у избирательного участка волонтер будет проводить опрос среди избирателей, выходящих из участка. Опрос исключает любую агитацию и будет проводиться исключительно среди желающих. Избиратель должен заполнить анкету и пустить ее в коробку, говорится в опубликованном ЛБ сообщении. С нами сейчас напрямую связь. Давайте, пана Игоря, не отключайтесь, подключим Виталия Безгина, народного депутата Украины, фракции «Слуга народа». Нас сейчас слышит. Пана Виталию, здравствуйте, витаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, относительно опроса, есть к вам пара вопросов. Что думаете, верите ли вы в репрезентативность этого опроса? Ну, у меня есть кілька плащин, відповідно, кілька різных реакцій на эту позицию. Первый, напевно, это правовая складывая историю. Правовая складывается в том, что, звісно, это никак не референдум, и это не матима жодных юридичных наслідков. Ну, так само и доброе, что теперь, хоть завдяки ЛБ, мы имеем информацию, что это будут проводить волонтеры, потому что мы понимаем, что нет никаких законодательств, чтобы это проводилось безусловно на дельницах и чтобы это было центрально выборчо-комиссия. С точки зрения того, что это может быть инструментом народовлади, как такой, который полюбляет Володимир Зеленский, ну, теоретично может, поэтому тут важно чем-то заперечить, тем более, если президент бачит необходимо такие вопросы подняти. С точки зрения того, что это может быть правовыми наслідки, юридичные наслідки, конечно, не матим. С точки зрения того, что будет политические наслідки, то, что хочет Офис иниціювать подібные законодательства, ну, наверное, возможно, завтра, когда вернемся к парламенту, президент что-то подібное озвучит. Тут, на мое переконание, ключевая речь полягает в том, что, когда это опитывание проводилось, не было жодных порушений, с точки зрения того, как раз таки, бронирования под той или иной политический субъект, использование каких-то гасл, асамболики и так далее, потому что это будет жорсткое порушение выборчого процесса, которое, на мое переконание, если оно будет присутствием, будет оскарживаться сторонами процесса, поэтому тут нужно очень качественно контролировать людей, которые будут это опитывание проводить, чтобы это не отлумачилось, как втручание выборчого процесса. Это такая ключевая безопасность, которую я обещаю. Вот ваша коллега, слуга народа, Евгения Кравчук, на прошлой неделе сказала, что опрос не будет, в офисе президента сказали, что опрос не будет нести каких-либо юридических последствий, но Кравчук сказала, что опрос будет закреплен народными депутатами через соответствующий законопроект. Это разве не одно и то же? Нет, это разные вещи. Я вас антешно оголошу, что юридических наступов прямых будет не можно, потому что это не референдум, референдум не має законодавшего забезпечения, у нас есть норма про референдум в Конституции, но у нас нет чинного закону про всеукраинский референдум. Президентский законопроект не только в первом случае перейшло и подготовлено до другого, но он не чинный. Что касается разницы, ну, по-перше, тут вопрос в том, что, я же сказал, возможно, офис просто на основе этих данных иниціюет за подписом президента той или иной законопроект, ну, а оскільки законодавшим органом уже парламент, парламенту, потом вырешивать долю этих инициатив. Будь-якой другой привязки судно-справовой точки зрения быть не может, это исключено. Если этот вопрос не несет каких-либо юридических последствий, ваше мнение, какой смысл в его проведении? И это совпадение, что проводится он именно в день местных выборов? Ну, тут тяжело сказать, есть разные теории, все же таки, я думаю, что это вопрос лучше адресовать президенту, он это аргументует с позиции поддержки самонародовлайн. С точки зрения співпадения, я думаю, что тут просто единственная возможность, на самом деле, опутать людей в певной массовой количестве, вона есть только в таком событии, как выборы. С другой стороны, это опутывание, что, поскольку это опутывание, мать в виду добровольный характер, есть вопросы с точки зрения репрезентативности, это понятно. Поэтому, я же говорю, это можно использовать только как майданчик для подальшой политической инициативы, наобилища. И еще такой вопрос к вам, как к юристу. Я же юрист. Да, да, ну, с юридической точки зрения, да, извините. Вот, чтобы понимать, да, чтобы у нас было понимание, вот в чем. Президент Украины – это не частное лицо, а должностное лицо, правильно? И его, да, права которого указаны в Конституции Украины, если не ошибаюсь, это статья 106, а в 19-й статье Конституции Украины, говорится о том, что он не имеет делать права что-то, что не указано в статье 106 Конституции Украины. Тогда как этот опрос вписывается в украинское законодательное поле? Или я что-то не понимаю? Конституции Украины, много дискуссий с этого проводит. На самом деле, эти вопросы комментировал уже и Руслан Стефанчук, как представитель президента в парламенте. Ну, если обратиться к 106 статье, то там, власне, безусловно, есть пункт 2, который предупреждает, что президент обратится к гражданам. То есть, если сейчас дивиться сутоюридично, то президент, вынятково через свою стринку в Фейсбуке, за рахунок видеороликов, он обратится к гражданам. Конечно, что, оскільки мы уже знаем, что проводится это питание громадская организация, или какие-то волонтеры безусловно, что Офис президента сейчас тут не есть субъектом юридичного процесса. Тому как раз таки юридичных тут порушений нема, но, конечно, можно по-різному на это дивиться. Больше того, наголошу, что и не мог бы быть Офис президента юридично замовником цієї процедуры чи організатором, оскільки перше відео вийшло за 12 дней до местных выборов, а и если бы они были замовником, то безусловно мала бы отбываться тендерная процедура на проведение, на то, чтобы быть подрядником и подобные вещи. То есть, уже самі строки выхода первого відео говорили про то, что это может быть только гражданская инициатива. Тем не менее, тут дотримуюсь позиции пана Руслана Стефанчука, что как раз и в статьях про референдум и другие формы народовладства президент остается в их межах. И, власне, в контексте 106 статьи так же. И последнее. Есть ли у вас информация, кто будет платить за этот опрос, кто его финансирует? Нема информации. Мы, в принципе, самі цю информацию с привода опитывания дизнаемся из засобов массовой информации. Едина информация, что я чувствую в публичных джерелах, это, снова-таки, Евгенія Кравчук, моя коллега по партії, озвучила, что это будут какие-то меценаты. Мне больше деталей не знали. Я думаю, что было корректно по отношению до всех граждан, что все-таки джерела финансирования людей, даже если это меценаты, они будут пролюблены. Я думаю, что такой крок будет здействован для того, чтобы дать процессу прозорость. Дуже дякую вам, пана Виталию. Виталий Безгин, народный депутат Украины, фракция «Слуга народу» был с нами на прямой связи.